Финины в Швеции и шведы в Финляндии имеют право государственного языка, а мы не имеем. Спасибо, очень хороший вопрос, потому что финны это часть финской нации, так же как те русские, которые в 1918 году были частью латвийской государственности. Здесь нет проблем. И юсангвенс этот принцип работает, и здесь нет проблем. Но мы знаем, что у нас есть проблема с оккупацией, которая происходила между 1940 и 1991 году. И потом, как решить эти проблемы, потому что все-таки, если мы говорим о институте негражданства, тогда я сам тоже не согласен, но я не был тогда еще правлений, который создал тот институт. Если мы бы называли его как, например, permanent resident, я не знаю, как это на русском. Постоянные жители. Постоянные жители, это звучало настолько лучше. Но то, что негражданство это привилегия, по сути. Я совершенно не согласен. Это такая демагогия, которую правящая элита использует для того, чтобы этот институт негражданства, несправедливый, дискриминационный, его утвердить и дальше? Нет, абсолютно не согласен. Потому что если мы смотрим те дискуссии, которые происходят и в парламенте сейчас, тогда я абсолютно уверен, что множество парламентарий и множество элиты хочет, если возможно, избавиться от этой проблемы, которая у нас до сих пор есть в Латвии, но в цивилизованном процессе. Парламент не представляет интереса всего народа. 15% русского населения не имеет права гражданства. Это несправедливо. И я как раз хочу поэтому, чтобы Америка сказала нам, мы решили проблему негров в своей стране. Лишите его и у себя. Обама напишет специальную речь для Латвии и произнесет ее с самой высокой трибуны в Белом Доме. Знаете, я напишу ему письмо с просьбой сделать это как можно быстрее. Что изменится, господин Даукш, скажет Обама слово Латвия самое большое количество раз в одном докладе, сколько он за предыдущие 4 года не говорил слово Латвия. Что изменится у нас здесь внутри в отношении граждан? Ничего, на мой взгляд. Скажите, что я не прав. Нет, вы, наверное, правы. Я не знаю, кто здесь прав и кто виноват, потому что, по-моему, в истории правду не найти. Был такой французский философ Турнье. Так вот он сказал, что счастливы те народы, у которых нет истории. А мы с огромной историей, мы всегда находились и будем, к сожалению, я скажу, находиться между двумя платами. Вот эти платы. Это Россия огромная, это огромная Азия и Европа. И мы находимся на самом краю вот этого перешейка. Я даже называю, это Балтийский балкон евразийского континента. И, конечно, здесь внутри... Балкон, знаете, я уже подумал про это. Да, это балкон, который для евразийской платы вот этой Евразии. Но в то же самое время здесь внутри решить вот эти проблемы, которые создавались веками фактически. И сегодня, если еще пригласить господина Обаму, мы точно ничего не решим. Я думаю, что здесь решение вот такого какого-то однобокого мы все-таки не найдем. Нам придется с этой проблемой достаточно долго жить. И пока новое может быть... Пока не вымрут ни граждане. Ну, вы знаете, граждане, ни граждане, кто еще первый вымрет, пока непонятно. И при помощи кого?